Апофеоз войны это лягушки, это личинки, сверчки. Сегодня я поем червей. Здравствуйте, друзья, это Прокшфъезд. Я все еще в Таиланде. Вы, наверное, думаете, когда же уже наконец-то свалят. А тут, но не переживайте, наше время заканчивается. Когда вы будете смотреть выпуск, я уже буду в Красноярске 100%. В! А я решил себя немного покарать за такой длительный, расслабленный отдых. И сегодня я поем червей. Ну, не только червей, всякая гадость. Ну, что на рынке было, то и купили. В общем, тут у меня сверчки. Ну, или я хочу думать, что это сверчки. Какие-то личинки. Я думаю, что это шилкопрят. Ну, кто его знает вообще. И вот это вот месиво апофеоз войны, это лягушки жареные, мелкие жареные лягушки. Ну, и ко всему нужен десерт. И сегодня этот дуриан. Блок знаменитый своим ароматом. Так как, на мой сугубо туристический взгляд, это типичные снеки, все, я взял баночку местного пива, которое, я сразу скажу, идеально подходит к этому столу, потому что любое пиво местное, жуткая дрянь. А я не знаю, с чего мы начнем. Давайте понюхаем на тиалетах. Ну, вообще, не, я так морс, на самом деле, пахнет просто жареной рыбой. Это пахнет как вареным кормом, а это почему-то медом. Что наиболее отвратительно, ну, мне, на мой взгляд, вот эти вот твари, вот эти вот твари, не выглядят съедобными вообще никак, примерно такое вычищают из-под ногтей, мне кажется. Похоже на резину со вкусом рыбы и с песком, по-моему. Смотрите, все это стоит по 20 бат, вот это все. Не, на самом деле, ничего страшного нет. Ну, правда, похоже, вот знаете, как эти, мелкие сушеные рыбки или сушеные, обжаренные рыбки, только от лягушки. Перейдем к инсектоидам. Блин, она мягкая, я думаю, она такая хрип-хрип, она прямо мягкая. Как вот, как, ну, я не знаю, как что-то. В общем, не так, как вы хотели мягкая. Ну, и рожа какая-то. Ладно, съем сразу несколько, чтобы почувствовать все оттенки вкуса. Вообще, я больше мочусь от того, что у меня приходится жрать личинок, а не от их вкуса. Ну, знаете, похоже на, как описать. Короче, это как мягкие орехи, которые нельзя есть, короче. Вот так это может быть. Там есть какой-то ореховый оттенок, но при этом есть какой-то неприятный такой привкус. Я не могу описать его, но вот он чем пахнет, вот так, я не знаю, как его описать. Это, видимо, какой-то специфический привкус насекомых. Не очень вкусно. Вообще не очень. Больше не хочу вообще. Ну, и самое, на самом деле, изуверски выглядят еще. Потому что они вообще выглядят как живые почти. Сверчки. Мне даже кажется, когда я их беру, что они шевелятся вот так. С лапками, с усиками. Возможно, я уже, не помню, говорил, не говорил, но я скажу, местные эту хрень не едят. Это чисто туристов порадовать. У них шипы на ногах. Блин, у них шипы на ногах. Сейчас все эти шипы вонзятся в мой языке, так чувствую. Вообще он не выглядит как существо, которого надо есть. Он есть какой-то острый, в хелицерах, и вообще всякий. Ладно. Но тричинки отвратительные. Сверчки норм. Удивительно. Они мягкие. Ну, где мерзко мягкие, как тричинки. Они чуть-чуть с хрустом. И они похожи на... Вот у них какой-то ореховый вкус, да. В каком... Как в блину орехов. И вот эта мерзопакостная душечка, личиночная... Ну, личинки отвратительные. А этих пацанов можно есть нормально. Время десерта. Вот такой чудо-фрукт. Ну, я думаю, что у нас полкрасноярска в Таиланде есть как на даче, поэтому все знают, что такое дуриан, но если кто-то вдруг не знает, я скажу, что это фрукт, который считается здесь королем фруктов, но он воняет, и, короче, он стоит до хренища. Его нельзя в самолет, его нельзя в гостинице. Его никуда не нельзя. Ну, по величинке сейчас обратно пойдем. Ладно. 150 бат стоит вот такой кусок. Ну, в среднем, да, в среднем 150-200 бат стоит кусок дуриана. Зависит от размера. Какие мерзкие твари вот эти. Фу. Ну, короче, пахнет луком и кошачьим сортиром. Но кошачьим сортиром больше. Королеи вообще лучше лук. На самом деле, на вкус. Это настолько похоже на жареный лук. Совершенно не понимаю, нахрена нужен дуриан, если можно просто лук пожарить. Может быть, у древних тайцев не было жареного лука, и они компенсировали дурианом это? Вообще-то неотвратительно. Жареный лук и карамель. Я был на Диабетайм-Острове, где были дурианы и личинки, я бы ел дуриан. Дуриан вообще нормальный пацан. Пованивает, конечно, но кто не без греха. Подытожим и продолжим тему Необетайм-Острова. Если бы на Необетайм-Острове не было дурианов, но жили бы лягушки, сверчки и личинки, я бы ел сверчков. Если бы лягушки и личинки, я бы ел лягушек. А если бы только личинки, то жизнь моя была бы ужасна на этом Необетайм-Острове. Правда, очень мерзко. Личинки иметь. В общем, вот так. Такой был печальный, философский, немного задумчивый выпуск. Это был Прокшуф Ест. Я отлюблю крови некоторых. Следующий выпуск уже из Красноярска. Будет красноярская еда. Не расстраивайтесь. До скорых встреч. Я отлюблю крови некоторых. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова